Эта программа говорит губерния. Наконец-то мы дождались, дождались, простите. В Хабаровск вернулся человек, за которого мы болели неделю назад всей бригадой прямого эфира. Дмитрий Морозов, финалист конкурса «Учитель года России». Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, как проходил конкурс? Очень сложно в течение очень большого времени. Очень много испытаний конкурсных. И рад, что достойно смог показать результаты и представить Хабаровский край. А вообще, как стало понятно, что вы стали участником именно всероссийского финала? Это тоже длинная история, потому что, чтобы войти в финальный этап, поехать в этом году в Ростов-на-Дону, а потом участвовать в московском этапе соревнований, сначала было пройти достаточно длительный региональный этап. То есть сначала стать лучшим учителем, грубо говоря, Хабаровского края. Ну это что? Это открытые уроки, подготовка каких-то методичек? Да, тут надо показать себя и профессионалам, дать открытые уроки перед большим жюри. Ты знаете, когда приходишь в класс, 10 детей сидит, 30 членов жюри. Нужно показать какие-то такие методические фишки, приемчики, которые ты как учитель, новатор, сам придумал, сам используешь. Показать себя в нестандартных ситуациях. То есть такой большой спектр критериев, по которым тебя оценивают не только как профессионал, но в принципе как лично. А вы как раз дошли до фотографий. Вы же потом общались с президентом России, да? Да, да, да. И вот, кстати, на встрече вы говорили о том, что Хабаровскому краю нужен исторический парк. Президент поддержал вашу идею. Как вы видите себе воплощение этого проекта? Что бы это такое было, исторический парк? В первую очередь, это такое большое пространство образовательное. Не просто какое-то музейное, где мы можем прийти и посмотреть какие-то экспонаты, а именно тесно взаимодействовать с помощью в том числе современных технологий, с помощью каких-то мультимедийных экранов, современных таких гаджетов, чтобы дети, не только дети, в принципе, и взрослые могли свободно взаимодействовать с историей, узнавать о каких-то таких моментах, которые в принципе в учебниках истории у нас нет времени об этом рассказать. Подождите, а у нас есть площадь воинской славы, да? И под ней там что-то вроде музейчика, да? По идее, там вот этим и занимаются. Ну, там скорее не музейчик, да, такой, а именно такой небольшой комплекс, посвященный Хабаровскому городу воинской славы, а в Хабаровске есть куда больше таких точек истории, которые интересно было бы узнать и важно было бы узнать. То есть то же самое, только в большем объеме, да? Да, да, и очень важно, чтобы это был такой комплекс. Я подумал, сейчас же проект «Парк Патриот» рассматривается, да, в любом случае его построили. Не получится, что это некое будет повторение. А может и совместить? Вот и здесь очень важное замечание, что это не просто какое-то такое пространство, где одна экспозиция, одна выставка постоянно, а именно такой как образовательный конструктор, где можно проводить разные образовательные мероприятия. Вот я как учитель считаю, вот очень мало в Хабаровске таких пространств, пока, к сожалению, куда можно приводить детей для такого свободного общения. Вы говорили, где-то в стране есть подобные формы. Да, 23 города в стране, где есть такие парки. Вот, например, на Дальнем Востоке есть Владивостоке, Южно-Сахалинске и Якутске. Вот Хабаровск как-то история обошла. Ну, по-моему, сабов велел такой Хабаровский. Так, а теперь расскажите немножко про свою работу. Вы учитель истории в школе номер 85. Это пятая площадка. Это дальше, чем пятая площадка. Дальше, чем пятая площадка. Ну, будем говорить откровенно. Есть в Хабаровске школы как бы элитные в центре, там. А есть вот, грубо говоря, на выселках, вы относитесь ко второй категории. Да, откровенная окраина, вот если честно говорить, города. Но тем и важно мне работать именно в такой школе, чтобы разрушать стереотипы и представление о том, что, в принципе, у нас на окраинах живут какие-то малообразованные люди, пространство там какое-то никакое, еще не хочется там жить. Да вполне может быть, что там талантов гораздо больше. И так часто и происходит. И мне важно своей работой дать детям чуть больше возможностей себя проявить, как-то показать и дальше о себе заявлять. В том числе и свой регион. Слушайте, ну по нынешним временам история, как мне кажется, такой сложный предмет, столько всего-всего и со стороны самых разных сил и структов. Как вы преподаете революцию? Как сейчас преподаваете? Здесь очень важно понимать, что этим истории прекрасно, тем, что мы можем дать ребенку возможность посмотреть разные точки зрения и так аккуратно к этому подойти, чтобы ребенок сам смог сформировать собственную точку зрения. История, наверное, один из редких предметов, который дает возможность ребенку критическое мышление развивать. А это разве разрешается? Это не то, что разрешается. Это, в принципе, основа профессии моей, как учителя, дать ребенку возможность критически мыслить. Вы знаете, у меня дочка уже давно закончила школу, но я вспоминаю свое последнее родительское собрание. Нам говорили, что ваши дети стали слишком много высказывать свое мнение. Слишком много думают они тут у нас. Надо вот больше следовать тому, что... Я вот просто думал, что сейчас вообще запретили там что-либо высказывать. Нет, нет. У вас не так? Нет, напротив, я не думаю, что где-то есть вообще такая жесткая цензура. Здесь, наверное, больше зависит от того, насколько учитель заинтересован в том, чтобы сталкиваться с противоположным мнением ученика, потому что не каждый учитель комфортно быть в классе, где есть разные позиции. Так, ну, а вернемся к теме нашего интерактивного голосования. Это, на самом деле, вас напрямую касается... Да, более чем. Как вы считаете... Потому что предыдущий спикер закончил тем, что уроки НВП – это в том числе и воспитание патриотизма. Ну, вот я думаю, что вы, как историк, наверняка имеете свою точку зрения на это. Я предположил, что патриотизм учат как раз на уроках истории. Ну, вообще, странная мысль о том, что патриотизм можно учить на каком-то конкретном уроке. Патриотизм – это то, что должно быть результатом вообще в целом работы школы. И в том числе уроки истории не единственные уроки, где есть такая возможность обучаться. Я считаю, что начальная военная подготовка сейчас не вписывается в школу. Элементарное просто из соображения, вот я как учитель. Мы не можем растянуть учебную неделю наших детей и заставить еще в воскресенье учиться. Поэтому, если мы вводим новый предмет, придется от какого-то другого, к сожалению, кусочек отнять. Это не очень хорошая идея, а к тому же у нас в крае, и да и в городе, очень большие возможности дополнительного образования. Огромное число кружков, секций каких-то, организаций, которые вот как раз-таки тем, кому интересно, позволяют заниматься и в том числе и патриотизмом, и сборкой-сборкой автомата, и вот в принципе все, что связано с военной подготовкой. Ну вот я, конечно, соглашусь, Дмитрий Владимирович, у нас есть юнармия, у нас есть кадетская школа, кадетские классы. Ну, мне кажется, этого вполне достаточно, вот таких специализированных направлений, чтобы какие-то всеобщие повинности воинские не вводить на уровне школы. Ну и кроме того, это намного интереснее, ведь не каждая школа может обеспечить себя материально-технической базой, тот же самый автомат купить. Да, и ведь нам нужны будут тогда и учителя, какие-то специалисты, которые разбираются в военной подготовке. И помещения для хранения, по-разному. Ну, надо делать это в каком-то центре специально подготовленном с профессионалом. Ну, подождите, ну, я вспоминаю, как это было. Ну, как правило, военкомат присылал отставных там майоров, подполковников. Да не пойдут сейчас отставные майоры и подполковники работающие школы. А вот у нас в школе, если честно, преподавал НВП историк, так что готовьтесь. Ну, а кого еще? Только историк. Ну, как в моем сознании, поэтому НВП и истории как-то вот, потому что по НВП, помню, я реферат писал о вооружении стран НАТО, ну, тоже немножко связано с историей. Ну, я думаю, что это все-таки такие две разные направности, которые должны идти параллельно. Вот, кстати, раз уж мы заговорили об этом, Дмитрий Владимирович же по итогам конкурса стал еще советником министра просвещения, да, насколько я знаю. А в чем функции ваши заключаются теперь, вот в качестве советника? Ну, понятно, что это на общественных началах. Конечно, но я вижу для себя вот такую главную задачу, это возможность напрямую министру сообщать о каких-то таких точечных сигналах про проблемы образования, конкретно Хабаровска, Хабаровского края. Я вообще в пятерку конкурсантов единственный, кто вошел, представляет Дальний Восток, в том числе вот в ряд советников. И мне очень, ну, действительно важно, чтобы Дальний Восток не воспринимался какой-то далекий совсем регион, где с образованием какие-то проблемы, и лучше туда вообще не соваться. И доносить какие-то, есть такая прекрасная возможность доносить напрямую, сообщать, да, напрямую, почему бы ей не пользоваться? Давайте вернемся к самому, на мой взгляд, острому вопросу. Так, по крайней мере, считается, что каждый отличник, выпускник школы, получивший медаль, обязательно захочет уехать в другой город. А вы такое наблюдаете среди ваших выпусков? Более того, я считаю, что здорово, если наши ученики уезжают в другие города, в Москву или даже в другую страну. Но они же могут не вернуться. Да, дело не в том, чтобы запрещать или как-то совсем прям так танцевать с бубном, уговаривать здесь остаться. Здесь история про то, чтобы создать такие условия, чтобы ребенку, который уже выучится, было комфортно вернуться обратно, и те знания, навыки приложить уже у себя конкретно. Вот это, наверное, и есть то самое развитие патриотизма, когда я знаю, что я нужен здесь и сейчас в моем городе, и могу быть полезен уже с какими-то определенными навыками вернуться. Ну, вы как советник министра, скажите, что для этого конкретно надо сделать? Для этого, вот на уровне школы, да, как школьный учитель, я думаю, нашим детям просто надо давать больше две вещи. Это первое, совершать ошибки, и второе, поддерживать у них инициативу. У меня очень много учеников, которые достаточно инициативные, есть какие-то свои идеи, проекты, но им просто не особо где есть эти идеи, проекты реализовывать, осуществлять. Иногда они боятся критики, иногда, ну, просто боятся, что таким взрослый дядик скажет, ну, о чем ты, ну, какую-то ерунду предлагаешь. И очень важно, чтобы ребята могли что-то делать, ошибаться, не умеющие, возможно, что-то делать, как-то изменять свой город так, чтобы они понимали, что можно с чего-то начать. И не уехать куда-то в Москву из-за границы, а прямо здесь, в Хабаровске. Может быть, для начала не глобальный город, свою улицу, свой двор, свою школу и прочее. Дмитрий, а вот я вот смотрю на вас и думаю, вот где вырастили такого хорошего учителя? Вы где сами учились? Да, исключительно Хабаровска. Да, я сам не из Хабаровска, я вот тут пример, когда из маленького небольшого города Иванина. Из Ванина. Из Ванина? Да, я приехал сюда, конкретно поступал на педспециальности, вот как поступил с тех пор в Хабаровске. Думаю, что полезен городок. Ну, вы согласитесь, что, к сожалению, не престижная специальность учителя? Или Иванина по-другому? Знаете как, с каждым годом только растет количество ребят, которые поступают, например, на ИСТФАК, на котором я учился. И там прям сумасшедшие какие-то такие процентные соотношения, количество подавших и поступивших, мне кажется, напротив. Ну, далеко не все после... Это получают как образование, как хороший апгрейд мозгов. Но единицы идут в школу, я даже не говорю про ИСТФАК, но и про другие направления. Ну, опять же, сейчас, мне кажется... И по объективным причинам. ...наблюдается тенденция позитивной на изменения. Вот, опять же, если вспомнить конкурс, в котором я участвовал, огромная доля, процентов, наверное, 90 участников конкурса, а я напомню, что там 85 регионов, каждый по участнику представляет. И 90% это люди до 35 лет. То есть очень много молодых учителей сейчас идет. У нас, скорее, не проблема в том, что учителей совсем мало приходит. У нас, если есть проблемы, то, скорее, это как учителя удержать, чтобы он, перестав быть молодым педагогом, не уходил куда-то. Но, опять же, очень много программ, которые со временем, я думаю, дадут позитивный результат. И в завершении мы часто обсуждаем влияние компьютеров и гаджетов на ребенка. Я подозреваю, что вы своим ученикам не запрещаете ими пользоваться. Не запрещаю, но здесь всегда важно не из крайности в крайность не падать. И не запрещать, как в некоторых школах, знаете, на входе надо сдать телефон и забрать в 6 часов вечера, когда уходишь. Но при этом не превращать это в цирк и в одно развлечение. Задача учителя найти такой баланс, чтобы показать ребенку вот те гаджеты. Я, например, в практике использую компьютерные игры. Вот все это, все, что тебя окружает, твоя культура, это можно использовать и для того, чтобы, как дети говорят, свои навыки прокачивать. И вот если дети поймут, что это не только способ развлекаться и способ самообразовываться, например, тогда, я думаю, будет серьезный сдвиг и изменение позитивный. Спасибо, что пришли. Я так думаю, позовем еще не раз. В гостях у нас был один из пяти лучших учителей России этого года Дмитрий Морозов, финалист конкурса «Учитель года России», который лично общался с президентом России. Было такое.